Мужчина в 50+, то есть мужчина старше 50 лет или плюс-минус 50, хочет иметь детей. Это нормально? Почему он ждал так долго? Иногда дамы формулируют этот запрос ещё более грубо в форме, там досиделся, досиделся там до седых волос и тут решил детей заводить. То есть в принципе вот ситуация для нашей ментальности непривычная. Как так? У человека до 50 лет, ну плюс-минус 50, детей не было и вдруг он сплыхнулся и решил решать детские вопросы. Нормально ли это? Ну смотрите, во-первых, нормально или ненормально, такого понятия нет. Каждый человек сам понимает решение в своей жизни, что ему делать. Если вы увидели анкету или познакомились с мужчиной, которым 50, который наконец-то созрел иметь детей, ну это его решение. Если вы не согласны с его жизненным планом, вы разворачиваетесь, говорите всем спасибо, до свидания и идёте искать себе того мужчину, который пишется в вашей моральной ценности. Объяснять мужчине о том, что это могут быть медицинские проблемы, что это могут быть трудности, это могут быть осложнения. Это уже начинается такой скучный взрослый разговор, который в принципе неуместен на начальной стадии отношений. Некоторые дамы, когда видят анкету таких мужчин, они начинают ему инициативно в личку писать, да ты чего захотел, зачем тебе это надо, чуть ли не там старый пень, старый хрыч-паралич, куда тебе надо. Зачем? Вот опять же, это из той же самой серии, зачем вам тратить свою энергию? Вы смотрите только из соображений, устраивает вас это или нет. Если мужчине 50+, у него нету детей, и он сейчас готов иметь детей, то в принципе он об этом подумал, спланировал, соответственно, он хочет об этом. Возможно, это будет его более осознанное решение, возможно, он слишком долго учился, возможно, он хотел рожать детей, только когда уже будет финансовая база постоянная. Может быть, ему не попадалась та женщина, с которой он хотел иметь детей. Девочки, детей это же не просто, ну, как бы в осознанном взрослом восприятии жизни, детей это же не просто ты родил, просто потому, что вот обязательно надо кого-то после себя оставить. В правильном подходе все-таки мужчины и женщины рожают ребенка, потому что они хотят о нем заботиться, потому что они хотят давать эту любовь, потому что им хочется эти теплые ручки на себе почувствовать. То есть, в принципе, нам хочется почувствовать этого маленького человечка рядом с собой. Может быть, у мужчины, ну, просто не сложилась так жизнь, что дамы, с которыми он до этого встречался, разделяли его желания. У меня был клиент один, который прожил 15 лет женой, очень хотел иметь детей, он очень хотел иметь детей, но он очень любил ее. Он очень любил ее, а она сердечницей, и рожать было нельзя. Поэтому для того, чтобы не травмировать ее, он себе сделал азектомию, то есть перевязал семенные каналы. И, соответственно, получается, что для того, чтобы быть с ней, потому что он очень любил ее, он был готов отказаться от того, чтобы иметь своих детей. А потом, получается, они расстались, развились, и вот он такой вот почти 50 лет с перевязанными каналами, да, то есть получается, по сути дела, почти бесплодный. Что делать дальше? И таких ситуаций немало. Причина, почему мужчина в 50 без детей, у каждого своя жизненная история, и мой вам совет, моя такая материнская рекомендация. Не тратьте время на вот эти обсуждения, а зачем ему, а медицинские показания, а что он хочет, а вот он досиделся, а теперь... Ну вот не устраивает вас его жизненный план, повернулись, пошли искать дальше. Не тратьте ваше время на обсуждение вот таких вот вариантов. Либо вы готовы с ним участвовать в этом процессе воспроизводства, либо вас этот план не устраивает, и мы ищем другого кавалера. Тут у меня комментарии понабежали, я сейчас комментарии читаю. Так, ну вот как бы написали, не всем повезло найти женщину для рождения ребенка. Конечно, просто может быть такое, что женщина просто... она не хотела, а он ее любил. Даже взрослых детей с кавалером нужно знакомить, когда есть определенность в отношениях с мужчиной, как можно позже, однозначная. Чем вот... тяните вдаль. Потому что, опять же, если вы расстанетесь, и ребенок не знает, ну не знает и не знает, а так ему объяснять еще что-то, сама там в слезах, в соплях. А еще надо ребенку что-то рассказать. Алина спрашивает, интересно, а мужчина задает вопрос, а это нормально, что женщина 18 родила, да, она же совсем ребенок? Задают, да, потому что в нашей ментальности принято детей рожать рано, да, поэтому если те, кто там 18-19 задают вопрос, тогда я рассказываю о том, что для нашей ментальности это совершенно... 18, конечно, рановато, но в 20, в 23, в 25, и что, в принципе, ну сами вспомните, когда там в 25-26 еще без детей, то уже начинают вопросы задавать, а то, что с тобой что-то не так, когда вы планируете? У нас ментальность другая. У нас продолжительность жизни меньше, у нас другое отношение к детям, у нас дети являются обязаловкой, а западные мужчины и женщины, они все-таки живут больше по плану наслаждаться жизнью с ребенком или вне его, то есть ребенок не является важным критерием для того, чтобы наслаждаться жизнью.